кальмар привет итак после того как я был убит в поединке с ковалем когда мы играли у него в него значит дома в кальмаров математические расклады маткульт привет всем я долго думал про эту игру и вот что я понял она фантастически интересна с точки зрения математики и так сам как бы сериал не знаю что там интересно не интересно это видимо на любителя сильно вот а вот математика я вам сейчас расскажу я вам сейчас расскажу причем на самом деле я что-то понял а чего-то я еще до конца не понял просто не было времени хочу чтобы вы сами подумали вот может боря трушин скажет что в интернете кто-то не совсем прав и дорешает до конца а может кто-то еще дорешает всем бросаю этот веселый вызов вот и так да сразу предупреждаю чтобы не было вопросов никаких денег от составителя сериала кальмаров мы не получали никаких звонков не получали то есть это просто игра которая меня дико заинтересовала первым она заинтересовала макса коваля мы с ним записали тот ролик а теперь она уже заинтересовала прям меня и так у вас есть какое-то количество шариков ну там в стартовой позиции по 10 шариков и вы зажимаете в ваш ход ваше время зажимать по очереди один зажимает другой угадывает чёт или нечит но правило немножко более хитрые и они состоят следующим если я зажал какое-то количество к шариков то мой противник мало того что угадывает чёт или нечит он еще и ставит ставку свою на эль шариков и в этом случае мы играем на минимум как в каких-нибудь там поттерах или то все когда поднимать ставки уравнивают в общем вот на минимум из этих двух чисел идет игра соответственно если я угадал чётность числа к то эти его шарики вот вот столько из его шариков то есть все или вот столько если ель меньше к соответственно ель шариков отправляется мне если я не угадал чётность числа к то мои шарики уходят нему но опять же все только в случае если ель меньше к а если я поставил больше чем он то отправляется ель из них туда вот такая потрясающая игра найти равновесие сразу хочу сказать но первое очевидное соображение да что равновесия в чистых стратегиях здесь быть не может потому что равновесие в чистых стратегиях в этой игре может быть только тогда когда у кого-то остался один шарик и он его и зажимает потому что тогда понятно что до количество шариков остающихся они всем известны обоим игрокам потому что изначально известно что их было 20 соответственно если у меня 17 значит у него 3 и если у меня 19 я знаю что у него один и тогда он уже проиграл если он зажимает потому что ну зажимать свой один шарик да минимум один он не имеет права зажимать ноль соответственно он зажимает один шарик я угадываю это количество забираю его шарик и выигрываю все но вот кроме этого случая когда здесь больше единицы у него осталось шариков чистого равновесия в этой игре быть естественно не может потому что на любой ход который я могу спрогнозировать его да я отвечу естественно четностью этого хода и это его не устроит он переменит четность его хода и соответственно это самое либо увеличить на 1 либо уменьшить на 1 либо там на несколько уменьшить то есть если больше одного шарика то он может регулировать четность своего зажатия и поэтому не может существовать равновесие в чистых стратегиях типа я вот выбрал стратегию назвать чет ну и там сколько-то шариков и он соответственно выбрал стратегию зажать в этой ситуации ему плохо если наоборот чета и нечет то ему хорошо но мне плохо я изменил свою стратегию вот потому что значит у меня стратегия именно угадывать а не только зажимать даже если мне один шарик остался у меня вот здесь я угадываю у меня остался один шарик то я все равно регулирую чат нечет своим ходом поэтому поэтому и в этом случае чистых равновесий нет значит смешанным равновесием будет ситуация распределения вероятностей на множестве всех чистых ходов как у него так и у меня ну и соответственно если остается здесь к больших шаров к шаров а здесь 20 минус к шаров то чистые стратегии для него их ровно к чистые стратегии ну а для меня их вдвое больше чем 20 минус к потому что я могу счет снарядить указанием и нечет снарядить тоже указанием своей ставки ставка от 1 до 20 минус к и соответственно счет или нечет но дальше там мудрый взгляд такой искушенного теоретика игровика мне подсказал что здесь надо оставить только 20 минус к стратегий таких что если я говорю нечет то я выбираю нечетное количество если я говорю чет то лучше ставить ставку на четное но хочу подчеркнуть что я совершенно не смог это утверждение пока доказать ни в каком смысле доминирование оно неверно но видимо может быть верно только в том смысле что например равновесие нэша на равновесие нэша бывают с носителями только на таких чистых стратегиях или может еще в каком-то и вообще я вас чуть-чуть разочарую но наоборот вдохновлю тем что ни одного равновесие нэша на самом деле я пока не нашел я лишь нашел выигрышную внимание стратегию выигрышную стратегию за угадывающего в случае когда к меньше или равно 10 в частности самый первый ход то есть я могу сказать с чего надо начинать эту игру наверное чтобы сильно заинтриговать сильно заинтриговать слушателей я сразу выпишу вот эту выигрышную стратегию а потом уже буду объяснять выигрышная стратегия выглядит так значит 10 10 у нас так 8 и 4 32 плюс 3 плюс 2 37 3 тридцать седьмых 4 тридцать седьмых 4 тридцать седьмых так далее 4 тридцать седьмых запятая 2 тридцать седьмых это распределение вероятностей вероятностей вот такое на множестве следующих десяти чистых стратегий puis сказать не четно и зажать 1 сказать четные зажать 2 сказать нечетно и зажать 3 и так далее сказать четное зажать 9 и сказать четной зажать 10 полюбуйтесь господа Товарищи, друзья, братья Как хотите Мальчики и девочки Я нашел вот эту стратегию И утверждаю, что против нее Любой ход Игрока, который зажимает Ведет к его проигрышу в среднем Вот так Более того, в средний проигрыш Его равен 1 37 Иными словами На самом деле Какое бы количество шаров вы не зажали Если у угадывающего игрока Вот такая рулетка Вот с такими весами На вот таких чистых стратегиях То в среднем Любое зажатое количество Приводит к 1 37 Проигранного шарика На первом ходу Не знаю, анализировал ли кто-либо До меня игру в кальмары В интернете Или где-нибудь в научных статьях Не знаю Ну, может быть, в научных статьях Она и появлялась Но я этим результатом весьма горд Потому что я придумал его во сне Вот так Значит, сейчас будет Два Значит, два следующих Как бы Две следующие части ролика В первой я докажу, что это так А во второй я объясню Как это вообще Что вообще происходит Как до этого догадаться Да, я мог Вот, я тоже это объясню Так что сейчас перейдем к доказательству Этого факта Ну, в принципе, каждый из вас И сам может его проверить Но я все-таки строго докажу Дело в том, что Этот факт выводит на потрясающее свойство Некоторых целочисленных векторов Длины 10 А также любой длины к Важно здесь просто, чтобы Как бы вот Тут очень важно, что у вас шариков Не меньше, чем у него Вот если меньше Эта стратегия ломается И если бы у него был 11 шар Стратегия сажать 11 шаров Бьет против этой смешанной стратегии На выигрыш, а не на проигрыш Ну что, поехали? Итак Магические потрясающие свойства Вектора 3, 4, 4 И так далее, и так далее 4, 2 Любой длины Нечетный или четный Не имеет значения Значит, смотрите Предположим, что Против меня играет Вот эта вот машина Где, напоминаю Это умноженные на 37 Вероятности Того, что выпадет Стратегия Нечет с одним шаром Чет с двумя шарами Нечет с тремя шарами И так далее Вплоть до Чет Значит, вот здесь Здесь нечет с 9 И здесь чет с 10 Но на самом деле Я поставлю здесь Н Ну нет, давайте пока 10 Потом заменим на 11 Просто дело в том, что Н здесь будет только Отсвечивать и мешать Вся суть будет ясна Если мы разберем И ситуацию четности И ситуацию нечетности Вот Значит, итак Я хочу узнать Свой выигрыш В том случае Если я Зажал один шар Тогда Домноженные на 37 Ну 37 Это понятно Просто сумма всех написанных Чисел Поэтому если я поделю на 37 Это получится вероятности Ну и Так как 37 Мне будет мешать То я умножаю обратно И просто Значит, в терминах Вот этих вот Чисел Пропорции Пропорции Шансов Значит, итак Вот С такой Частотой у нас Из 37 У нас Будет Проигрыш Потому что Я зажал Один Значит, я зажал Один шар И он Ну угадал Этот шар Поэтому Я проиграл Три Однако Вот с такой Частотой Он зажал Два шара И сказал Чет А у меня зажат Один шар Но если Он зажал Два шара И сказал Чет То тогда Он проиграл И значит Он проиграл Сколько Но он зажал Два Но я-то зажал Один К сожалению Поэтому Все равно Я выиграю Один шар Поэтому тут Идет плюс четыре И далее Будет чередоваться Просто плюс И минус четыре Вот Ну вплоть до Значит Ну давайте Плюс четыре Минус четыре Плюс четыре Минус четыре Вот И плюс два В конце Вот Пожалуйста Ровно десять Этих самых Возможностей Соответствующими Весовыми коэффициентами То есть В дальнейшем Не очень важно будет Тоже совершенно Сколько шаров Он зажал Какая у него ставка Даже при огромной ставке Он проиграет Мою ставку Единичку Поэтому тут Просто вот такая сумма Ну и сумма Это как видно Ровна минус единице То есть я Проиграл В этом случае Один Вот Теперь идем дальше Что происходит В случае Если я Зажал два шара Происходит Немножко иная ситуация Если я зажал Два шара А он попытался Ну Поставить на нечет И зажал один шар То он проиграл Я выиграл К сожалению Тоже три Потому что Хоть я зажал и два шара Но он-то поставил Всего ставку один Поэтому Проиграв Он проиграл этот один А вот Если он зажал Если он сказал чет И зажал два шара То он уже выиграл Причем два шара Поэтому это минус восемь Вместо четырех И дальше Уже сколько он Неважно Потому что Минимальная срезка Идет по количеству Два шара Поэтому дальше Идут вот эти восьмерки Все удвоенное Идет удвоенное Вот Вот тут только четыре А не два И не восемь Вот Но вот Магия в том Что это тоже минус единица Магия в том Что это тоже минус единица Идем дальше Что будет Если я зажал Три шара Тогда Если он Зажал один шар И сказал нечет То он выиграл И выиграл он Бедняга Только три Потому что Ну только один шар Потому что Он подзажал один Значит он не может больше выиграть Но если он Зажал два И сказал чет То он эти два проиграл Поэтому здесь умножаем на два А вот если он Скажал нечет И зажал три При моих трех зажатых Он выигрывает Троекратное количество Поэтому здесь уже двенадцать Я напоминаю Что все это все время делится на тридцать семь Ну понятно Чтобы сделать вероятности Вот И дальше пошло двенадцать До самого конца Да И в конце шесть То есть все остальные умножаются тоже на три Минус двенадцать Плюс двенадцать Минус двенадцать Плюс двенадцать Минус двенадцать Плюс двенадцать Минус двенадцать Плюс шесть Ну вот, что называется, что называется, разрази меня гром, потому что это опять минус 1. Вот эти вот группами понулялись. Минус 3 плюс 8 минус 12 плюс 6. 14 минус 15. Минус 1. Ну, я, может, все потомил, но давайте еще пару строк я напишу, а потом уже сами проверите. А потом я расскажу, ну, как бы, на самом деле, дальше можно просто доказать, там, используя буквенное обозначение t и момент, с которого начинается это все. Но здесь буквенное обозначение, они очень сильно, как бы, они очень сильно запутывают мозг. Эта игра действительно сложная, это реально по-настоящему сложная и красивая игра. Вот, значит, соответственно, если я зажал 4 шара, давайте посмотрим, ну, по крайней мере, если 4, давайте посмотрим, а дальше уже можно оставить и вы сами проверите. Если я зажал 4, то опять же, назвав 1, назвав нечет и зажав 1, он проиграл этот свой 1. Назвал вчет и зажав 2, он проиграл уже 2. Поэтому я умножаю на 2 четверку. А потом, если он, то есть выиграл, он выиграл, соответственно, 2. Если он сказал нечет и зажал 3, то эти 3 он проиграл при моих 4. Поэтому я выиграл их и это 12. А вот если он, зараза такая, сказал, что ты зажал 4, то при моих зажатых 4 он выиграл и это 16, это домножение уже на 4. А дальше больше уже не умножается, потому что опять срезка идет по 4. Вот, поэтому плюс 16, минус 16, плюс 16, минус 8. И фантастическая красота математики состоит в том, что опять минус 1. 15 минус 16. В общем, до конца минус 1. Против этой стратегии выиграть нельзя. Вообще. То есть в среднем я имею в виду. Но в реальности, естественно, там примерно в половине случаев будете выигрывать, половине случаев проигрывать, там разное количество шаров. Там и сям. Естественно, 1.37 за месяц чрезвычайно сложно, что в среднем, да, в среднем, при правильной игре угадывающего, в среднем, грубо говоря, если я посчитал 37 тысяч всех стартовых партий, то мне гарантировано, что если они все правильно играют, то, ну, как бы, по всей вероятности, где-то тысяча шаров будет выиграна теми, кто угадывает из этих 37 тысяч, значит, выходов. Вот. Ну вот дальше, что я могу сказать, что, скорее всего, эта стратегия достраивается до равновесия Нэша, возможно, с равными весами у загадывающего на любые количества, может быть, с какими-то другими весами. Моя чуйка говорит, что это достраивается до равновесия Нэша, но это вам достроит Боря Трушин. Вот. Мне просто лень. Я уже столько красивого тут придумал, этой ночью во сне, что дальше я передаю ход Боре Трушину. Вот. Итак, Боря, с тебя равновесие, и в интернете кто-то не до конца прав. Так, идем дальше. Теперь нужно объяснить всем, как вообще можно до этого догадаться. Значит, я рассуждал вначале так, что я думаю, зачем зажимать больше двух? Ты только как бы проигрываешь их, и больше ничего, а выиграть как бы, ну, выиграть зависит от его ставок. В общем, я ошибался, но пока я ошибался, я вывел следующую идею, что, ну, на первый взгляд, если вот осталось два шара у меня и два шара у него, то есть если вообще всего четыре шара было, но этого нет в игре, но если бы в игре было четыре шара, и они бы раздались по два, первая идея состоит в том, что, ну, положение сильно близко к симметричному, может быть, там вообще нулевая сумма. Так вот, нифига, она не нулевая. Она не нулевая, и равновесие в этой ситуации такое. Он зажимает с вероятностью 1, 2, 1, и с вероятностью 1, 2, 2, а я с вероятностью 60%, с вероятностью 60%, я говорю нечет и зажимаю 1, а с вероятностью 40% говорю чет и зажимаю 2. Это, на самом деле, чуть-чуть похоже на тюремный покер, который здесь уже у нас разбирался когда-то там, ну, по крайней мере, в лекциях, которые я читал, когда-то он разбирался. Вот, вот, смотрите, 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 что у нас происходит, что у нас тогда происходит. Я, значит, надеюсь, что я правильно выписал, или может быть 0,6 и 0,4. Нет, наверное, так. Значит, вот эта стратегия, что делает этот человек? Он, если зажимает 1 шар, то тогда он с вероятностью 0,6 проигрывает 1 шар, а с вероятностью 0,4 выигрывает, но не 2 шара, к сожалению, а 1, потому что он-то зажал 1. Значит, он проигрывает 1,5. А если он зажимает 2 шара, то он с вероятностью 0,6 по-прежнему Выигрывает один шар Зажатый, ну, загаданный мной в качестве ставки Нечет Я не угадал, но мне один шар здесь Но, блин, проигрывает Тоже два Понимаете, что это круто Он проигрывает два, поэтому получается 0,6 минус 0,8 И когда я это вот Высчитал, я понял, что Вот эта стратегия не бьется никак В этой стратегии зажать 60 процентов 60 процентов поставить на Нечет с сажатым одним шаром И 40 процентов на счет с зажатыми двумя Не бьется по вероятности Человек вынужден проигрывать Одну пятую шара в кон Шаг за шагом, ну, в этой ситуации Вот, ну, правда, они меняются Ролями все время, но вот Если вы этому навсегда эту роль дали То, как бы, вот Ну и вроде бы обратно Тоже, да, верно, вот сейчас я Подумаю Правильно я сказал, что обратно верно Вот если я против такой стратегии использую Нечет один И с другой стороны против нее же Использую счет два Нечет один Нечет один, это значит, я Выигрываю Выигрываю в случае нечета Ну, так, ну, вроде правильно, да Значит, я выигрываю в случае Если он зажал один шар Выигрываю один В случае, если он зажал два Проигрываю один, да Нет, не так должно быть Я же должен Я должен в среднем Выигрывать Сейчас Я должен в среднем-то Выигрывать Значит, это не до конца Все-таки тоже равновесие, да То есть Вот эта моя стратегия Очевидно является выигрышной В том смысле, что она Ведет к его Проигрышу Одной пятой Гарантированным образом Вот Но вероятности Может быть Не пополам, да То есть Если я говорю Чет два Ну да, да, конечно Не пополам Не пополам здесь они Я думаю, что они должны быть Две трети Одна треть Чего-нибудь такое Две трети На зажатый один шар И одна треть На зажатый два шара Вот, наверное, будет равновесие Нэша В этой ситуации И, значит, исходная Моя гипотеза Про равенство Не верна Боря досчитает Правильные вероятности Там А здесь, действительно Скорее, две трети Одна треть Да То есть Нечто один Я выигрываю В этом случае Значит, с вероятностью Две трети Я выигрываю один С вероятностью Одна треть Я читаю Это одна треть У меня в плюсе А если я беру Четных два Если я говорю Чет два То я здесь Выигрываю два Это две трети А здесь вычитаю Опять неправильные вероятности Посчитал Ладно Короче, здесь надо Да, здесь надо найти Здесь существуют Вероятности П и один минус П Возможно, они тоже Ноль шесть и ноль четыре Но здесь точно Что будет именно Равновесие в результате Потому что здесь по две стратегии Тут не о чем говорить Тут точно будет Какое-то равновесие Довольно понятного вида Именно равновесие Нэша Здесь вот как бы Я не знаю Что будет Еще не Пока не знаю Но как вообще догадаться До того, что существует Выигрышная стратегия Если, ну скажем так Если она существует То как ее найти Если мы верим, что она есть Ну как Нужно рассуждать Как телесико-игровик А выигрышная стратегия На самом деле Состоит в том Что против нее Как ни играй Все один хрен будет То есть Тому человеку Который зажимает шары Должно быть Совершенно все равно Сколько зажимать Но давайте Напишем эти вероятности П1 П2 Так далее П10 Здесь 10 заменяется На любое Н Важно просто Чтобы у вас было шаров Не меньше Чем у него Вот Ну да Давайте напишем И посмотрим Что у нас происходит А происходит следующее Если я зажал один шар То Я Сколько Он зажал один шар Сколько я выиграл Я выиграл П1 С вероятностью П1 Я угадал Значит Соответственно Что у него Нечетное количество шаров Дальше С вероятностью П2 Я не угадал Но вычитается Просто П2 Потому что Он-то зажал один шар И соответственно То что я зажал два Уже не важно Дальше соответственно Будет плюс П3 Минус П4 И так далее До минус П10 А вот И Вот это число Должно быть равно Вот здесь везде Будет равенство Равно числу Которое будет Получено Если я зажал Если он зажал два шара Вот я ту же стратегию Использую Если я зажал два шара То я Вот столько потерял С вероятностью П1 Я потерял один шар Потому что я Сказал нечто И зажал один шар С вероятностью П2 Я выиграл два шара И дальше пошли Двойки Причем То проиграл То выиграл В зависимости от Четности Вот этого До самого конца И это число Тоже равно Должно быть Предыдущему То есть вот здесь Должно быть равенство И дальше я записываю Каждый раз Такое равенство С чередующимся С чередующимся Этим самым Знаком И здесь тоже знак Чередующийся в ряд И каждый раз Дохожу до следующего числа Минус 3П4 Плюс так далее Минус 3П10 И это же должно быть равно Соответственно П1 Минус П1 Плюс 2П2 Минус 3П3 Плюс 4П4 И дальше пошла Она вся с четверками И так далее Как мне решить Эту систему уравнений Ну и надо Помнить еще Что сумма Всех П1 Равна естественно Единице Как мне решить Эту систему уравнений Тут нужен прием Офигеннейший прием Пришел мне в голову А именно Давайте Переименуем переменные У меня будет З1 Это П1 Минус П2 Плюс П3 Минус П4 И так далее З2 будет П2 Минус П3 Плюс П4 Тут минус П10 А у З2 Здесь будет Плюс П10 Потому что я Кастрировал этот ряд Урезал на одну Переменную З3 будет П3 Минус П4 Плюс так далее Минус снова П10 И так далее З9 будет П9 Минус П10 И З10 Будет П10 Переведя это В эти переменные Я эту систему Перепишу так Это З1 Это Минус З1 Плюс З2 Это З1 Минус З2 Плюс З3 Видите как они Перемежаясь Перемежаясь Местами Плюсы Все время попадают На плюсы А минусы Постоянно на минусы И коэффициенты складываются Это соответственно Минус З1 Плюс З2 Минус З3 Плюс З4 И так далее До конца Теперь внимание Теперь гораздо проще Потому что раз вот это Равно вот этому То З2 Равно З3 А раз вот это Равно вот этому То З3 Равно З4 И дальше идет вниз Все время З2 Равно З3 Равно З4 И так далее Равно З9 И равно З10 И это офигенно круто Потому что Теперь я возвращаюсь сюда Что означает Что З9 Равно З10 Это значит П9 вдвое Больше П10 Вот оно П9 Минус П10 Равно П10 Значит П9 Равно 2 П10 Отлично То есть если П10 Обозначить за Т То П9 Будет равно 2 Т Предыдущее равенство З8 Которое П8 Минус П9 Плюс П10 Должно быть Тоже Равно Этому Ну так это означает Что Это означает Что Значит Это означает Что П8 Равно П9 Минус П Равно дважды П9 Минус П10 То есть Видите Каждый раз Предыдущий Равен двойной Разности Тех Которые уже есть А разница у меня 2 Т Потому что Вот тут Последний Т Предыдущий 2 Т И поэтому Разница здесь 2 Т Минус Т Это Т Снова на 2 Снова 2 Т И вот у меня возникает Шикарная гипотеза Что на самом деле Они все Будут вот такой вид иметь И эту гипотезу Я блестяще подтверждаю Осталось только узнать Чему же равно П1 И с чего я могу это узнать Из равенства вот этого Потому что Я до этого использовал сокращение Только вот как бы Когда я через 1 Смотрел А то что Все нечетные Равны всем четным Это еще одно требование И это требование Нам дает Что Вот Что На самом деле З 2 равно 2 З 1 И в этом случае Здесь должно быть Полтора Т Сами проверьте Но полтора Т Некрасиво Поэтому умножаем на 3 Получаем 3 Т 4 Т И так далее 4 Т 2 Т Ну и все Т равно 1 37 Иначе у нас В сумме не будет Одниться Вот так я это вывел Вот Вот такая Потрясающая игра Игра в шарики Значит Еще раз Я перечисляю Домашние задания Домашнее задание Для Бори Трушина Посчитать здесь Ну здесь и здесь Настоящая равновесие Неша Полная То есть как бы Вот в этой стартовой ситуации И в любой ситуации Да Первая Это в стартовой ситуации То есть когда у нас Равное количество шаров Например 10 Второе задание Попробовать понять Что будет Если у этого больше шаров Потому что Стратегия Зажать 11 шаров Убивает Вот это Ты не проигрываешь Один А выигрываешь Один В этом случае Проверяйте То есть если у меня Больше шаров Чем у него Это не выйдет Так играть Угадывать Ситуацию будет Гораздо сложнее И в этом случае Я ни малейшего понятия Не имею о том Как может выглядеть Равновесие Ну и наконец Соответственно Вот последний вопрос Стой в том Чтобы Просто решить полностью Эту задачу Хотя бы найдя Одно равновесие Во всех возможных Конфигурациях С количеством шаров Хотя бы По одному Равновесие Нэша А идеально Все равновесие Нэша Но это может оказаться Офигенно сложным Маткульт Привет Равновесие Равновесие Равновесие